друзья всем привет 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 зашли с вами в теплицу потому что на улице ветрено начался у нас май все чаще и чаще выглядывает солнышко вот но по вечерам по ночам по-прежнему до подмораживает даже вот на днях передают минус 4 аж и град возможно даже град до хочется все посадить но себя сдерживаем потому что еще рано 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 но все равно сейчас активно подготавливаемся к огородному сезону до продолжаем подготавливаться что будет в этом ролике честно сказать не знаю полная импровизация но что будет то будет я думаю что-нибудь интересное мы вам обязательно покажем ну и как у нас проходит начало мая майские праздники да так что приятного просмотра и Субтитры подогнал «Симон» 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 Здесь опционально к этой сетке продавались пластиковые колышки Там держатели, которые вбиваются в землю Мы покупать их не стали специально Потому что с нашими ветрами, боюсь, никакой пластик не выдержит В хозяйстве были вот такие вот интересные колышки Батя у меня любит железячки Вот, то ли изготовил, то ли где-то нашел В общем, вот такие колышки Они уже более-менее будут держаться Сейчас пока на хомуты А там посмотрим к этим колышкам Сейчас поднатянем все и будет видно Получается Или надо еще больше, больше, больше Можем ту сторону больше натянуть Можем ту, чтобы как раз здесь ничего не мешало А здесь не будет так не мешать А что здесь мешать? Да, по-хорошему это надо было делать Пока тут ничего не росло В общем, друзья, мы решили без всяких колышков не заморачиваться По ходу дело пришло осознание Просто вот на кровельные Через какое-то расстояние На эти же кровельные, на которые закреплен карбонат Не видать Вот, на них, они вот с шайбами На них и закрепим сетку Вот так вот И никуда тут ничего не денется Хорошо Так что, видите как Век живи, век учись, да А так классно получается, да Я, правда, не знаю У нас так регион не особо солнечный Но, видите, хозяйка сказала Огородов Полей и садов Что нужно затемнить Значит, надо затемнить Горит, значит, горит Теперь, надеюсь, не будет Ну и посмотрим, сколько она прослужит, эта сетка Заявлено производителем 5 лет Что ж, поглядим Итак, находимся мы с вами на нашем картофельном поле В этом году оно у нас будет чуть меньше Ввиду того, что мы обнаружили посередине поля большой валун Непонятно, каких он размеров Не обкапывали мы еще Но я так подумал, что может быть даже проще Будет... В другую сторону увеличить Да, увеличить просто поле Если это будет нужно Но еще мы поняли, что Столько картошки, сколько мы сажаем Нам не нужно Будем сажать поменьше в этом году Плюс докупили еще сорт На пробу В общем, посадим поменьше поле Поле у нас становится меньше Но камней меньше не становится Вот сейчас полчасика буквально Пособираем камушки Присоединится к нам мама Ну и надеюсь, хоть как-то что-то... Будет лучше Да, будет лучше Хоть их станет поменьше Ладно Меньше слов, больше дела За работу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выбрались мы опять покопать После того, как собирали камни И вот смотрите Тут уже кто-то копал Остались вот такие вот Рытвины Или как их назвать В общем, трава встанет И если кто-то будет здесь ходить То То, к сожалению, может повредить ногу Так что мы закапываем И всем рекомендуем тоже закапывать Ну что там, Герман? Да боюсь Гвоздь Да, боюсь я Выкопал какую-то ерунду Зря я этот сигнал копал Трава уже начинает порастать Так Все, сигнал пропал Да Какая-то ерунда Ладно, мы только начали Да, только начали Смотрите, какое красивое место Показывала? Да Я без металлоискателя могу найти Да, пока я куда-то там поперся Все, что в проверке сделала Вот Такие вот трубы Хорошая у меня аура Металлоискатель Когда звенит все Это, конечно, тяжело А, загрузи, какой-то помост что ли А, тут вообще эти доски Слушай, наверное, это гвозди Да, видимо, родник Раньше бы брали воду Да Так вот было благоустроено Так себе мы сегодня местечко выбрали На территории нашего хутора Ну, тут такая свалка, оказывается, была Звенит просто все В сторону старой бани Ну, я чувствую, надо менять место, Ксюш Потому что у нас с тобой время Часик, не больше И мы с тобой, я думаю Этих банок консерванных тут Останем копать Ну, конечно же Среди всего этого могут попадаться Монетки Старинные вещицы, но Но не нам Я хотел по-другому сказать Но их тяжело будет вычленить Ну, точно гвоздь какой-нибудь Что-то слишком Слишком хорошо звенел Ну, сейчас уже не очень, конечно Хорошо звенит Просто одни корни Не, уже так себе А, смотри-ка, ты была права Вот он Так, надо Подальше отсюда, короче Пойдем Бегом Мяса здесь красивые Ну В бане нульче стояли Удобно Но уже ничего не осталось от них Замок Да Прям с деревях Дома оторвем Да? Угу Что-то с собой таскать Раз Да, засов такой Такой еще может пригодиться Может быть В наш музей Который будет у нас На бане когда-нибудь На бренышках Так, красивая экспозиция Старых вещей Все собираем Собираем Разную Утварь Даже не груженым глазом видно Вот такие вещи Видите Какие-то Уключены Может быть, когда как раз Вставали сюда эти Замки запирались То ли дом То ли хозостроение Какое-то было Ну, может, не полезем туда Ну, да Все звенит Опять же Все звенит Одним из стратегических Объектов Нашего хутера Является Родник Тот самый родник Из которого Мы поначалу брали В воду Когда сюда приехали У нас не было ни скважины Вот именно отсюда Мы брали воду Решили немножко Подреставрировать Подделать Но еще не до конца Опять же Сделали такую ему крышу Металлом накрыли Но не до конца Вот И там стоит вода Целое кольцо воды Чистейшей водички Она с масливом Уходит В ручей Но вода вкусная Мама Старается постоянно Брать На чай ее Отсюда А мы что-то Ленимся Ну, это нас, в принципе, устраивает Наша вода с накипью Хотим фильтр тоже поставить Ну да Хотя бы кувшин Вот типа Чтобы очищать Потому что накипь частенько В чайнике образуется Так что вот такой вот Драссперол Тут дверку маленько Надо будет посмотреть А, я понял, да Где ее перекосило Маленько Надо будет посмотреть Подделать листом Железо еще зашить Что бронячок послужил А то постоянно Опад листьев туда Сыпется Приходится чистить А так Получше будет Ладно, пойдем дальше Мы сменили локацию Смотрите, какая здесь земля В первую очередь Шикарная По слухам Здесь были раньше телятники Я в прошлый год Тут уже покопался немножко Знаете, тут даже без металлоискателя Можно копать, 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 копать И постоянно попадаются железки Даже такие вот неплохие Старые все убитые Но нам оно как бы все равно Лишь бы были увесистые А мне? Камней, конечно, много А мне нравится Качество земли Как бы сразу Тыкаться на это Вот Я надеюсь, это не камень И это не камень Друзья мои Что-то хорошее? Да что-то, наверное, не маленькое Так, ну сейчас надо Вот, видишь? Какая-то железка процарапывается Опять трубопровод Опять, да Что-то это может быть не толстая А просто Знаешь, лист какой-нибудь Копай, Герман, мы ждем Зимелька-то еще Улыбноватая, конечно С какой-то стороны Здесь она суши, наверное, не будет Тут не зимка Ну как, кабаны сейчас все разроем Тут Ладно, мы там закопаем все Ты смотри-ка Кажется, понял Это обод Наверное, гнутый А может и нет Для обода Тонковато А, это лопата Смотри Так не хочет Пойдется подкапывать Да не там извините Ладно Включимся, когда откопаем Ладно Ждите, мы скоро вернемся Да уж Ничего себе естественного Просто Ржавая железяка Парочку Килограмм-полтора, наверное Весь еще Тяжело Корни еще Это не на полях копать Так что надо выбираться Куда-нибудь, где Поменьше деревьев Так Оставим ее пока здесь Где-нибудь Волокуши у нас Припаркованы В другом месте Разрыли все Как кабаны Хорошо быть оператором Мне нужно копать Да Так что-то Металлическое А Это трос, друзья мои Может быть он и небольшой Тогда Вытянется легко Ну да Он небольшой И полугнивой Так что Ты смотри-ка Молок Да Небольшой Кусочки вот от него уже Отваливаются Запах своеобразный Ну Запах это от ила Больше скорее Да Отложений Узелок Ладно Я надо к нему повесить Пускай он сохнет Такое ближайшее деревце Да А то мы его заберем Все ненужное на слом Соберем в металлолом Ого Вот Такое вот я люблю Увесистая Толстенная Железяка От плуга что ли Ну что-то да От какого-нибудь Не знаю Не помню Как они называются Я же как говорю Еще тот Сельскохозяйственник Вот такие же леса Приятно находить А так у нас Одна Один хлам В основном Мы Санитары Поля Да И видите Тут сейчас уже Трава встает Даже вот Уже небольшая Крапива Но она И предыдущие Тут Засохшие Уже сложно Копать Да Сложно Копать уже Металлой скатер Высоко От земли Короче Вот что У меня уже По конец дня Слов подобрать не могу Язык заплетается Да Ну сейчас еще минут 15-20 Погуляем здесь На этом поле Это кстати То поле Где мы с вами Северный поток Нашли Решили сюда вернуться Потому что Еще неделька И тут вообще Мне кажется По колено уже Трава будет А потом и вообще По нос По самой Так что ладно Еще чуть-чуть Погуляем И И домой Пока Герман Копает Смотрите Что я нашла Среди поля Заброшенного Растут Нарциссы Причем Их так много Тут Все-таки Видимо Есть действительно Были участки Сажали цветы Клумбы Надо будет Оба их Переместить Нарциссы К нам Чтоб они здесь Не пропадали Так Так А Герман Там что-то Нашел Интересное Бежим Смотреть Конец Нашего Копательского Дня Начинают Попадаться Увеситые Железки Ой Живое Больше Килограмм Точно Весит Так Время уже Поджимает Решили Копнуть Паранормальных Сигналов И возвращаться В Исфояси Выкопать Очередной Гвоздик Или Консервную Банку Рануто Глубоко Неплохое Завершение Ну да Увесистое Все Ну все Здесь похоже Все Нужно бежать Теперь Укрывать Картошку А то Ночью Будет Мороз Да Минут Четыре Обещают Промежуточный Небольшой Ток Чтобы Не задерживать Зрителя Без Без особо Жирного Металла Сегодня Так Было Конечно Кое Что Килограмм Сложность С этим Делом Наверное Килограмм Двадцать Будет Ладно Тоже Ничего Ксушного Тут Наход Без металлоискателя Так Что Заодно Очищаем Это Современные Находки Да Ладно Тут Слышка Тоже Интересная Это Подсюбник Прикольно Ну что Ну сегодня Вот так Покопали Покопали Хоть на улице Солнечно Кажется Что Тепло Но На самом Деле Очень Холодно Холодный Ветер Сажать Еще Рано Сегодня Обещают Заморские Что Вам Хотела Показать Что У меня Тут Теплица Пока Происходит Я Не Удержалась Посадила Сюда Один Огурец Здесь У меня Черенкуется Туя И Можжевельник Пока Замоченная На 12 часов В корневине Здесь У меня Арбузы Посажены Посадила Огурцы Вот Сажаю На проращивание Сажаю Такие ящики Ничем Дно Не застилаю Здесь у меня Кабачки Растут Дно Ничем Не застилаю И Потом Удобнее Отсюда Прям Пекировать В грядку В прошлом году Сажала Прям Непосредственно Сюда Но Так как Была Очень поздняя Высадка У меня Томатов И вообще На улице Было Холодно Они Мешались Поэтому В этом году Решила Просто В ящики Посадить Капусту Тоже Сажала В ящики В прошлом году И в этом году Вот Она уже Прорастает Очень удобно Ее потом Отсюда Пекировать Сразу В грядку Что еще Есть Здесь У меня Интересного Вот Здесь У меня Растет Имбирь Смотрите Какой Красавец Надеюсь Что Ему Хватит Объема Этого Ведра Оно Не знаю Сколько 15 По-моему Литров Будем Надеяться Что Что-нибудь Да Получится Из Пятерочки У меня Был Корень Куплен И вот Что Из Него Вышла И Что Еще Здесь У меня Есть Интересного Если Вы Не Видите Кошечку Это Не Значит Что Ее Здесь Нет Она Здесь Есть Сейчас Мы С вами Найдем Вот Она Наша Мотенькая Целый День Сегодня За Мной Как Хвостик Вот Спряталась Теплица Конечно Спамбонди Тепло Комфортно Ах Они Кошачьи Полдежники Доброе утро Моти Уже Вечера Ты Все Еще Спишь Самое Главное Теперь Не Забыть А то Мы Один раз Уже Закрыли Ну Здесь Растет Зелень Все Пока Прекрасно Ждем Тепла Чтобы Посадить Все Ой Все Остальное Чуть Не Упала Котя На тебя Засмотрелась И Чуть Не Упала Что Мои Мохнатые Помощники Да Угу Пошла Порядки Проверить На улице Дождь Ветер Холод Но Ничего Не Поделаешь Нужно Посадить То Что Требует Посадки Несмотря Даже На Такую Погоду И Сегодня Мы С вами Посадим Сейчас Посадим Два Кустика Небольших Черноплодной Рябины Наконец Таки Мы Нашли Хороших Два Варианта Чуть Позже Расскажу Откуда Они У нас Появились Откуда Они Нам Достались Для Меня Они Будут Очень Памятные Так Что Я Радна Что Она Будет У нас Расти Буду За ней Ухаживать И Надеюсь Что Вскоре Времени Они Порадуют Нас Хорошим Урожаем Не Дает Дождь Работать Эти Два Кустика Этот И Следующий У нас Прошлого Года Все С ними В Порядке Они Прекрасно Прижились И Вот Эти Два Кустика Которых Я Посадила Сейчас Правда Тут Этот Совсем Такой Печальный Веточка Обломана Но И Слабые Корни Но Я их Корневином Пролила Посмотрим Приживется Или Нет Вот Этот Кустик Более Бодренький Такой Видите Он Хороший Только Вот Эта Одна Веточка Сломана Сейчас Я ее Тоже Обрежу И Думаю Что С ними Будет Все Хорошо А Приехали Они У нас Из Деревни Где я Провела Все свое Детство Это Деревня Моих Бабушки Дедушки И Причем Это Черноплодная Рябина Прям С их Огорода То есть Она Прям Из Моего Детства Сейчас Она Уже Практически Вся Там Заболела Погибла Особо За ней Никто Не Ухаживает И Поэтому Я Была Рада Что Вот Этих Два Кустика Сохранились Мы Выкопали И Соответственно Теперь Они Будут Расти У Нас Буду О Них Заботиться И Будет Такая Дополнительная Память О Моих Любимых Бабушки Дедушки Я Очень Рада Что Еще Тут У У Происходит Ужасного Но Во Первых Тюльпаны Никак У Нас Не Растут Не Распускаются Но Тут Были Снега И Морозы Миндаль Зазеленел Сейчас Чуть Попозже Сделаю Ему Ограждение Чтобы Саму Не Затоптать Случайно Посмотрим Что Будет Дальше И Вопрос Теперь К знатокам По Поводу Гвоздички Вот Смотрите Вот Этот Куст Гвоздички Такой Видите Зелененький Прекрасный А дальше Ну Во-первых Он опять Зарос Травой Насколько Я его Пыталась Полоть Но Вот Он Превратился Вот В такое Состояние Где-то Здесь Есть Вот Такие Зелененькие Что Делать С ним Вот Это Нужно Что Сделать Обрезать Выкопать Он Умер У меня Или Что С ним Произошло В общем Я Не знаю Что С Этим Делать Подскажите Пожалуйста Тут Вроде Бо Как Что Зеленый Видите Виднеется Но Большая Часть Вот Такая Засохшая Ну Вот Эти Два Кустика Они Какие Очень Очень Бодрые Надо Будет Тут Опять Прополоть В общем Буду Вам Благодарна За Советы Сейчас Пойду Наверное Прятаться В Теплицу Потому Что Очень Дождливо И холодно Вот Смотрите Какой Красивый Тюльпанчик Будет Ну Ладно Подождем Попозже Когда Они Распустятся Так Ну Что По поводу Дров В этом Году Мои Опасения Были Напрасны Что Нам Не Хватит Дров Хватило Даже Вот Еще Сколько Осталось Но Дело В том Что Это Дрова Прошлого Года А Это Дрова Аж Позапрошлого Года Хотим Сейчас Переместить Эти Сюда Чтобы Выбирать В перспективе Быстрее А Сюда В этом Году Уже Закладывать Свежие И Чтоб Годочек Полежали Им Это Лишним Не будет У нас Готово Почти Поле К посадке Не хотели Мы Трогать Этот Камень Но Приехал У нас В гости Брат Германа Мы Все-таки Решили Попытать Счастье Попробовать Хотя бы Подкопать Посмотреть Счастье Прям Такое Попытать Ну Хотя бы Посмотреть Вокруг Он Не такой Уж Большой Что-то Счастье со всех сторон маленький в общем друзья мои силы нас покинули и так и сяк мы пытались извлечь этого исполины из земли да понятно что мы так человеческими силами его не достанем техника скорее всего трактор с ковшом эскаватор что подцепила и выкатила с этого поля ну ладно вот этой половины поля будем сажать в этом году на ней сюда хотели вообще посадить медоносы просто не проставила не зарастала так что вот такие вот дела опять на нас движется туча друзья мои ну вот и все пожалуй будем прощать заканчивать на этом ролик хочется поздравить всех с прошедшей пасхой со светлым христовым воскресением христос воскресе с прошедшим уже днем победы пожелать вам всем мирного неба над головой добра любви счастья да ну и всего самого доброго и светлого вашим семьям ну что ж прощаться мы будем ненадолго спасибо что нас смотрите и до скорых встреч пока пока а у нас кажется опять начинается дождик град метель цунами ураган ураган